Серега Влог Джермания представляет Немецкие новости на русском языке По данным Berlin Charity, в случае с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным, клинические данные указывают на отравление. Отравление веществом из группы активных веществ ингибиторов холеностераза могло иметь место, хотя конкретное вещество еще не было известно. Здоровье Навального тяжелое, но острой опасности для жизни нет. Правительство Германии ранее заявляло, что считает возможным отравление Навального. Однако точные обстоятельства дела до сих пор не выяснены. Во время путешествия по Сибири Навальный потерял сознание от сильной боли. С субботы лечится в Шарите. В Баварии значительно увеличатся штрафы за нарушение маски или карантинного обязательства. Полиция также должна контролировать соблюдение правил. Об этом сообщил премьер-министр Маркус Сёдер. В будущем это будет стоить 250 евро, если в местном общественном транспорте или в магазинах не будет маски, ранее было 150 евро. В случае многократных нарушений взимается штраф в размере 500 евро. Тот, кто не попадает на карантин, несмотря на приказ, должен заплатить 2000 евро, вдвое больше, чем раньше. Сёдер назвал возвращающихся путешественников и безрассудство причинами увеличения числа случаев заражения коронавирусом. Кризис короны вырвал глубокую дыру в государственных финансах Германии. Федеральное правительство, земли, муниципалитеты и фонды социального обеспечения потратили на 51,6 миллиарда евро больше, чем они получили в первой половине года, как сообщило во вторник Федеральное статистическое управление на основе предварительных данных. Воловой внутренний продукт во втором квартале упал на 9,7% по сравнению с селом предыдущим кварталом. В марте и апреле часть экономики Германии практически остановилась из-за пандемии. Похожая ситуация была во многих других странах, которые ложились тяжелым временем на внешнюю торговлю. Частные потребительские расходы – минус 10,9% и инвестиции компаний в оборудование такое, как машины, минус 19,6%, также значительно снизились по сравнению с селом предыдущим кварталом. После того, как в марте в Европе началась пандемия, федеральное правительство подготовило пакет помощи на миллиарды долларов. В частности, экстренная помощь и принятие взносов на социальное страхование при краткосрочной работе, согласно информации, увеличили расходы. В то же время налоговые поступления, на которые приходится около половины общих государственных доходов, упали на 8,1%. Экономисты предполагают, что во второй половине года экономика снова наберет обороты, при условии, что количество инфекций снова не увеличится значительно. Несмотря на ожидаемое восстановление за год в целом, правительство Германии ожидает худшего спада за послевоенный период. Федеральный министр труда Хайль с ДПК хочет временно продлить увеличение краткосрочных надбавок после 2020 года из-за продолжающихся последствий кризиса короны. Он предложит это коалиционному комитету ХДС-ССС из ДПК, сказал политик с ДПК, на встрече во вторник будет обсуждать концепция спасения. В частности, он обеспокоен увеличением продолжительности краткосрочной работы с предыдущих 12 до 24 месяцев в отдельной компании, сказал Хайль. Он также хочет продлить действия правил, действующих с марта, чтобы облегчить компаниям доступ к краткосрочной работе. В противном случае они истекали бы в конце года. Пособие за неполную работу призвано помочь предотвратить увольнение в период кризиса, вызванного коронавирусом. Регулярное пособие за неполную работу составляет 60% от потерянной чистой заработной платы, сотрудники с детьми получают 67%. Этот процент будет постепенно увеличиваться из 7 месяца составит 80 или 87%. Во время кризиса корона многие компании отправили своих сотрудников на краткосрочную работу. В мае 6,7 миллиона сотрудников получили краткосрочные пособия, больше чем когда-либо в Германии. Профсоюз Верди опасается значительного сокращения рабочих мест, если краткосрочное пособие не будет продлено. И последние новости, согласно исследованию, около половины маленьких детей в Германии не имеют адекватной защиты от вакцинации. Согласно анализу техникер Кранкенкасса, опубликованному в газетах медиагруппы Фанк, только 49% детей, родившихся в 2017 году, получили бы все рекомендованные прививки в первые два года жизни. По словам генерального директора Тики и Йонса Бааса, этот показатель вырос на 2% по сравнению с родившимися в 2016 году примерно с 47%, но по-прежнему важно обеспечить, чтобы дети получили все прививки. Только тогда они могут быть безопасно иммунизированы. В течение первых двух лет жизни постоянная комиссия по вакцинации, СТИКО, Института Роберта Коха рекомендует 13 прививок, в том числе от кори, столбняка или коклюша. А на этом у нас все новости на сегодня. Всем удачи.